Родители кладов-то дети не пользуются. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ходченков Слава. Я руководитель проекта «Слава детям». Сегодня я у наших друзей компании «Сплав» в главном офисе. Мне здесь предоставили классную площадку и снаряжение, чтобы на этом снаряжении я показал, как собираться в поход многодневный. И как это сделать еще с детьми. Какое снаряжение лучше подобрать. Если вы сейчас собираетесь в поход, пожалуйста, ставьте комментарии, куда вы сейчас собираетесь. Если вы только раздумаете, поставьте просто лайк. Отлично! А мы пока начинаем. Так, дорогие друзья, конечно же, в походах турист представляет себя с рюкзаком. Ну и неспроста. И бывают рюкзаки вот такого плана. Такие рюкзаки я предлагаю ставить на походы выходного дня, на коротенькие переходы, там, где не приходится нести много вещей. Спальник, коврик, палатка. Такие рюкзаки, они удобны для коротеньких прогулок. Если мы говорим про длительный поход, то здесь хорошо нам подойдет рюкзак больше литров. Количество литров рюкзака можно понять по цифрам после названия модели. В данном случае написано 70, значит 70-литровый рюкзак. Этот рюкзак вообще сделан для легкоходства. Он необычайно легкий. Ну давайте поговорим, что в нем помимо легкости еще очень важно. Важна подвесная система. Во-первых, удобные широкие лямки. Так, чтобы узкие лямки не прорезались, не врезались в плечи, чтобы они не давились на плечи, делаются лямки широкие. Плюс пористый материал, который еще отводит лишнюю влагу от спины и, собственно, от самих плеч. Но большая часть веса в рюкзаке должна распределяться на поясной системе. Лямки нужны для того, чтобы назад рюкзак просто не отклонялся. То есть процент 80 веса висит у нас на бедрах. Помимо всего прочего, на что я рекомендую обращать внимание, это карманы. Карманы удобны тем, что в них можно положить какие-то вещи, которые нужны в процессе похода. Например, фонарик, компас, средства от комаров, полотенце, кружку-ложку миска. Чтобы не убирать все назад, в самую глубину рюкзака, а чтобы можно было легко залезть и достать. Как распределяется вес в рюкзаке? Самое тяжелое нужно убрать у рюкзака ближе к спине и к низу рюкзака. Тогда рюкзак не будет стараться вас завалить назад на спину. По литражу на человека. Если идет ребенок лет до 10, от ребенка, конечно, зависит, я предлагаю взять ему вот примерно такой рюкзак. Литров 35 ему будет достаточно. Ну и родителям нести спальник и палатка за него. Если ребенок уже постарше, то я рекомендую взять на ребенка литров 50. Если идет девушка, я прям точно не сексист, но по моим наблюдениям, девушкам лучше подходят рюкзаки литров 65. Мужчинам очень хорошо подходят литров 85-90. Почему такие объемы? Давайте я вам продемонстрирую. У меня здесь полезные вещи, которые я не беру в поход, но возьму всего две вещи, и мы посмотрим, 70 литров это много или нет. Я беру обычный коврик и обычный спальник. Убираю сначала... Давайте попробую убрать сначала коврик. Потом убираю в это все еще спальный мешок. И посмотрим, сколько же литров у нас свободного пространства останется. Вот и смотрите. Ну я это, конечно, могу еще уметь. Но тем не менее, осталось уже не так много. Поэтому, когда нужно взять снаряжение не только на себя, но и часть общественного на группу, мужчинам, конечно же, рекомендую брать рюкзаки побольше. После рюкзаков поговорим с вами о спальных мешках. Я бы разделил для простоты понимания на две группы. Первая группа, как технологически устроен спальник, это прямоугольник в виде одеяла или кокон. И второе, какой наполнитель у этого спальника, это пух или синтетика. Давайте начнем пока с простого, с формы. Что касается одеяла, то технологически простое решение сделать одеяло с молнией по периметру. И получается вот такой большой четырехугольник. Что касается плюсов такого спальника, такие спальники, как правило, более дешевые, чем коконы. Их просто намного проще сшить. А еще большой плюс, если два таких спальника соединить друг с другом, как правило, у спальники одного и того же производителя легко соединяются на молнии друг с другом, тогда получается большой семейный спальник. Имейте в виду, вдвоем спать в двух легких спальниках теплее, чем по отдельности спать в более теплых спальниках. Так вот, что касается структуры, вот у нас есть одеяло, а есть еще кокон. Спальный мешок в виде кокона. Вы видите, он сужается к ногам. И это технологически более совершенное решение. Почему? Потому что в таком случае требуется меньше с собой носить, меньше обогревать. Такие спальники более теплые, более компактные, более легкие. Но у них минус, конечно же, цена. Такой сшить просто потяжелее, именно поэтому они получаются подороже. Итак, мы сейчас с вами разобрались с двумя типами спальников по форме. Давайте приступим к наполнителям. Что касается наполнителей, бывает синтетика на основе термофайбера, холофайбера, ну, то есть его там основа синтепон, грубо говоря. А есть те, в которых наполнитель – это пух. Да, действительно, пуховые спальники более легкие, более теплые. Но у них есть существенные два минуса. Это, конечно же, цена. И если пуховый спальник в походе вы намочите, то тогда пух сбивается в комочки. И это получается такая, знаете, простынка с маленькими кусочками пуха, которые уже не греют. Именно поэтому пуховый спальник очень сильно боится воды. Сейчас я покажу вам на примере, что значит синтетический наполнитель, что значит пуховый. Давайте я вам покажу для примера двух качественных, хороших спальников. Мы видим, что они примерно одного объема. Это два хороших качественных спальника. Но этот синтетика, этот пух, и пух получается намного теплее, чем синтетический. Ну и подороже, конечно. На что стоит обращать внимание при выборе спальника? У спальников обычно есть три температуры. Первая температура комфорта, вторая температура лимита, и третья температура экстрима. Температура экстрима говорит о том, что если будет на улице такая температура, то в этом спальнике человек насмерть не замерзнет. Но это жутко некомфортно. Поэтому я предлагаю ориентироваться на температуру комфорта. Бред температуре вам будет более-менее нормально, комфортно спать. Дальше поговорим с вами про сидушки. Сидушки, напопники. Вот такие вот приспособления. Чем они удобны? Удобно, когда идешь в походе, сидушка крепится на пятую точку, таким вот образом. И получается, что всегда, когда хочешь посидеть, не нужно ничего подкладывать, не нужно искать сухие места, заботиться холодное, не мокрое или нет. Можно всегда надоело идти, взял, посидел. Надоело сидеть, пошел. И при этом всем, руки всегда свободны. По технологии, бывают такие вот из-за жерстких ковриков, обычные сидушки. Бывают более технологичные. Такие часто используются на сплавах, когда много влаги, и здесь есть специальное покрытие, чтобы эта влага быстрее стекала. Теперь поговорим с вами про коврики. Коврики – это то, что выступает прослойкой между холодной землей, или камнями, и самим туристом. Какой бы теплый спальник не был, но если нет нормальной теплоизоляции от земли, все равно будет холодно. Именно поэтому коврику я уделяю большое внимание. Бывают коврики из спельного материала, а бывают еще более технологические коврики. Они более легкие. И плюс еще, такой материал хорошо выравнивает поверхность, именно поэтому можно класть его на камни, на палки. На этом спать точно будет комфортнее. Итак, друзья мои, продолжаем. Что такое поход? Поход – это когда мы берем много еды, уносим это далеко в лес, и там все это съедаем. Так вот, чтобы это все нормально съесть, нам точно пригодится кружка, ложка, миска. Какие выбирать? Вообще, что касается миски, я очень люблю нержавейку. Почему? Она неубиваемая, она очень легкая, и от нержавеющей ткани, вообще от металла, очень хорошо оттирается жир после тушенки, после супа и так далее. Если взять пластиковую посуду, от пластиковой посуды, например, от контейнеров, и от нее очень тяжело оттереть что-то, что-то жирное. Но это тяжелее мыть. Что касается кружки, можно брать термокружки. Я термокружки не люблю. Почему? Собственно, как и термомиски. Потому что, когда дежурный раздал еду, пока еда у кого-то остывает, можно съесть свою и быстро пойти за добавкой. В походе это очень важно. Именно поэтому я термокружку не беру. Если вы любите долго есть горячую еду, вот термокружка тогда для вас. Теперь, что касается ложки. Ложка это такое универсальное средство. Универсальное, почему я вообще рекомендую брать ложки, а не вилки. Дело в том, что есть макароны ложкой удобнее, чем вилкой есть суп. Именно поэтому я беру только ложку. Если вы очень опытный походник, то можете выбирать титановую посуду себе. Но я понимаю, что читаю занятия, я скорее для тех, кто собирается первый раз. Именно поэтому берите просто обычную ложку, которую не очень жалко и потерять из дома. Я рекомендую не брать пластиковую посуду, потому что пластиковая посуда дополнительная нагрузка на окружающую среду, поэтому возьмите просто посуду, которая есть из дома, и чтобы поменьше целлофана использовалось для нужд человечества. Давайте теперь поговорим о том, что взять с собой из одежды. В первую очередь хочется начать с ветровки. Задача ветровки не утеплить человека. Задача ветровки защитить от дождя и ветра. Чем хороша мембрана? Мембрана не пропускает снаружи капли воды к телу и при этом лишнюю влагу отводит от тела наружу. Проблема мембраны в том, что мембрана боится загрязнений. Например, сильный дым, средства от комаров, например, стирка с обычным порошком эту мембрану забивает и мембрана уже нормально не работает. Мембрана вещь капризная, конечно же. Именно поэтому с ней нужно обращаться аккуратно. Можно взять обычную ветровку или на случай дождя можно взять с собой поход в длительный такой вот пончо. Это пончо будет защищать от дождя, причем будет защищать не только самого туриста, но и рюкзак, который будет под ним. Здесь есть специальный отсек и тогда человек турист с рюкзаками с таким пончо выглядит, как гоблины такие нагрытые, очень забавно смотрятся на маршруте, но зато и рюкзак, и сам человек, сам турист под таким пончо будет сохраняться в сухости первое время дождя. Что я не рекомендую на длительные походы брать, это вот такие вот дождевики. Чем они мне не нравятся на длительных маршрутах. Во-первых, они не дышат, они отводят лишнюю влагу, и бывает такой слабенький дождик, что конденсат от тела, который не может выйти через целлофан, пропитывает одежду сильнее влагой, чем тот дождь, который идет. Такие дождевики, они являются дополнительной нагрузкой на окружающую среду, на маршруте шуршат, вот так вот неприятно, поэтому я рекомендую на длительных такие не использовать. Прямо про куртку, давайте поговорим про штаны. Итак, какие штаны брать для похода? Я считаю, что для самого перехода очень хорошо подходят синтетические штаны. Синтетика, которая тянется, стретчевая, которая не сковывает движения. Эта синтетика работает по принципу быстро мокнуть, быстро сохнет, то есть можно пройти вброд по колено по ручью, выйти через 40 минут, они на теле сразу же высыхают, это удобно, их удобно очистить, и у этих штанов еще хорошая защита от ветра. Вот классные трекинговые штаны. Единственный их минус, на мой взгляд, это то, что они легко прожигаются угольками, появляются такие дырочки на колени, но этим болеет вся синтетическая туристическая одежда. Какие штаны я не рекомендую брать? Это плотные ХБ штаны, например, такие как джинсы, потому что такие штаны сковывают движения, и если промолкнут в походе, то до конца похода их тяжело будет просушить. Отлично, поехали дальше. Шорты. Зачем нужны шорты? Иногда в походах встречаются дневки, то, когда человек никуда не идет по маршруту, а есть день, когда можно просто потусить в лагере, купаться, понаходиться в поляне, поиграть в какие-то настольные игры, вот на этот счет подходят шорты. Для перехода, для трекинга шорты не годятся, потому что бывает где-то крапива, где-то камни на коленке бывают, падают ребята, комары летают, кусают, поэтому для переходов точно удобнее штаны. Плюс еще защита от клещей все-таки наносится на одежду, а не на голые участки кожи. Именно поэтому для трекинга мы выбираем штаны, для стоянок длительных мы выбираем шорты. Мы подходим к важной части это трекинговая обувь. То, в чем ходить. Если пересеченной местности мало, можно взять полуботинки, такие кроссовочки, невысокие. Если мы выбираем пересеченную или горную местность, очень важно, чтобы ботинки для трекинга были высокие. Почему это важно? Дело в том, что высота помогает зафиксировать голеностоп, чтобы голеностоп не гулял. С такой фиксацией, даже если наступить на краешек и под силой рюкзака тяжести тела, получается, нога смещается с зафиксированным голеностопом, получать намного меньше травматичности для нашего замечательного голеностопа, конечно. Если мы говорим про легкие походики без большой пересеченной местности, нормально использовать полуботинки. Как их выбирать? Удобнее всего приехать в магазин и в магазине подойти сначала первым делом в отдел обуви, подобрать себе какую-то обувь, какая нравится, ее на себя одеть и дальше по магазину ходить минут 15-20 по сути рассматривать что-то другое. Почему? Ваша нога должна вам сама подсказать, есть ли места, где натирает обувь, есть ли места, где неудобно сидит, где может быть начинает отекать. Обувь должна обязательно сесть. Не одевайте на трекинг неразношенную обувь. Перед тем, как отправляться в поход купленную обувь, поносите хотя бы дней пять. Входите в ней на работу, на прогулки, в магазины и так далее. То есть ваша нога должна привыкнуть к обуви, обувь должна привыкнуть к ноге. Что еще нужно сказать? Когда вы меряете ботинки, ваша задача мерить не на простой хэбэшный носок, а на трекинговый или шерстяной уж, если на то пошло. Трекинговые носки это такие более плотные носки, у которых места, где чаще всего натирается плотные и иногда более мягкие эти места сделаны для того, чтобы создать такую прослойку между ботинком и вашей ногой и на этом месте натиралось меньше мозоли. Конечно же эти носки занимают какое-то пространство. Именно поэтому одевать и мерить себе свой трекинговый ботинок нужно обязательно трекинговый носок и ходить в них гулять. Поэтому можете прийти в магазине купить себе носки трекинговые или же приехать уже для перехода я рекомендую использовать трекинговые носки. Во-первых, у них задача отводить лишнюю влагу от ног, а во-вторых, как раз смягчать места соприкосновения ботинка с ногой, чтобы на этих местах не создавались мозоли. А для нахождения в лагере, для дневок, для отдыха ноги можно использовать обычные такие вот удобные хб-шные носочки. Кому-то даже в хб-шных носочках нравится больше спать. Вообще, что касается то, в чем спать, точно нужно разделить комплект одежды для передвижения и комплект одежды для сна. Потому что в чем вы ходите, намокает от вашего пара пота, и в этом спать получается более прохладно. Одевайте на себя сухую, чистую одежду для спавья. если с трекинговыми ботинками разобрались, нам точно в поход нужна еще сменная обувь. Для сменной обуви я рекомендую брать такие вот сандалии. Чем удобны сандалии? Во-первых, они точно легче, во-вторых, в них нога отдыхает, дышит. В-третьих, в таких сандалиях намного удобнее проходить броды. Напомню, что брод нельзя преодолевать босиком. Именно поэтому какую-то обувь для бродов можно, конечно, бродить и в таких ботинках, но их тяжелее просушить будет. Лучше взять какую-то легкую сменную обувь, в которой можно переобуваться, когда основные ботинки могут сохнуть. Итак, поехали дальше. Давайте поговорим с вами про футболки. Первый тип для передвижения. И это такие синтетические футболки, которые работают по принципу быстро мокнуть, быстро сохнуть, которые отводят влагу от организма, в которых удобно ходить по маршруту. А есть хэбэшные футболки. В этих хэбэ футболках удобно спать, проводить дневочки, отдыхать. Это то, в чем то, что как раз не очень хорошо отводит влагу, но при этом всем еще дает в тело немножко согреваться, например, в теплом уютном спальне. А теперь поговорим с вами про кофту. Кофта у туриста это или синтетика, или шерсть. Я за то, чтобы походная одежда была синтетической, которая работает по принципу, сохраняет тепло и отводит лишнюю влагу от организма. На мой взгляд, сильный плюс шерсти в том, что мокрая шерсть греет лучше, чем мокрая синтетика. Однако просушить шерсть намного тяжелее. Ну и сама шерстная одежда, она более тяжелая и менее приятная к телу. Так вот, что касается синтетики вообще, одежды туриста. Турист, напомню, одет как капуста. Что это значит? Нижний слой, задача которого отвести лишнюю влагу от организма. Это может быть футболка, или если это зима, холодное время, то это термобелье. Задача второго слоя сохранить тепло. Для этого хорошо подходят какие-то кофты. И третий слой это ветровки. Задача ветровок защитить от дождя и ветра. И классно, если тоже отвести лишнюю влагу от организма. Если какой-то из этих слоев не отводят влагу, то влага остается при организме, и тогда человек становится холоднее. Итак, про одежду мы сейчас закончили. Давайте поговорим про сопутствующее снаряжение. Не очень понятная вещь в детских походах это полотенце. Еще более непонятное зачем родители дают детям в походы зубные щетки. Об этом отдельная история. Что касается полотенца. Очень удобный материал это микрофибра. Почему? Потому что компактный легкий материал очень хорошо впитывает влагу и очень удобно для того чтобы переносить по маршруту. Я вам сейчас покажу в размерах какие складываются. То есть убирается такое полотенце в маленький удобный чехольчик. Его удобно носить с собой. Хорошо впитывает влагу. Удобно использовать. И вот он получается такой маленькая компактная полотенчика. Это прямо очень удобно. Давайте поговорим про средства от клещей. Есть два вида защиты от всяких насекомых и паукообразных. Дело в том, что бывают средства, которые выполняют роль отпугивания насекомых. Это так называемые репелленты, которые по упаковке показывают и от клещей, и от комаров, и от мошки, и от слепней, от всего на свете. Да, действительно отпугивают, но на клещей это особо никак не влияет. То есть, ну да, действительно, какому-то клещу может не понравиться, но только и всего-то. Такие средства, репелленты, очень быстро застреляют мембрану, поэтому на мембранные ткани их я рекомендую не наносить. Если мы говорим средства от клещей, так называемые окорицидные средства, эти средства, они очень токсичны для человека. Именно поэтому обрабатывается не открытые участки кожи, обрабатывается только лишь одежда. Очень классно, если есть возможность одежду ходовую снять, ее обработать, дать немножко высохнуть, потом одевать. Как нельзя делать? Нельзя обрабатываться в толпе, когда рядом есть люди, чтобы этим дышать. Самому лучше этим, конечно же, не дышать. И чтобы это средство не попадало на открытые участки кожи. Мы чаще всего в походах обрабатываем только ботинки и штаны до колена. Этого, как правило, Клещи не умеют залезать вверх на деревья, чтобы потом спрыгивать на туристов. Именно поэтому мы обрабатываем только ноги, этого достаточно. А теперь, раз у нас речь идет про походы с ночевкой, то поговорим с вами про фонарик. Очень удобно использовать фонарики налобные. Почему так? Потому что на голову одели, куда смотрите, туда бьет луч фонаря, а еще свободные руки. Неудобно, когда фонарик ручной, тогда одна рука занята, и только вторая для каких-то нужных. Обязательно, помимо самого фонарика и батареек в них, нужно взять с собой дополнительный комплект батареек на случай, если основные сядут, промокнут, потеряются и так далее. Средства личной гигиены. Что это такое? Зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, хорошо, если это полотенце, про которое уже проговорили, и для этого еще удобен какой-то чехольчик, на сессор. Обычные мешочки вот такие. Это использовать очень удобно. Что касается, что именно, брат, бывает такое, что берут большие тюбики гель для душа, это еще побольше шампунь, гель, кондиционер, фен, если мыло, так шмат мыло такой здоровый, зубную пасту, так новый большой тюбик на всякий случай. Это правда тяжело тащить, поэтому продаются в магазинах маленькие пробники, и эти пробники очень удобно использовать под то, чтобы перелить в них немножко шампуня на два раза, голову помыть, зубной пасты возьмите уже тюбик, который подходит к концу, чтобы лишнего не таскать, мыло возьмите не целое, небольшой обмылочек, который остался дома, именно поэтому старайтесь сократить количество средств личной гиены, чтобы это просто на себе много не тащить. Личные лекарства. Обычно у руководителя группы или же у медика есть средства на всякие случаи жизни, которые могут быть в походе, но если вы знаете, что у вас есть какая-то хроническая болезнь, то обязательно возьмите от этого лекарство, например, если вы знаете, что есть аллергия на ОС, возьмите средства от аллергии, если у кого-то есть сахарный диабет, конечно же, задача взять инсулин ему самому и за этим следить, поэтому личные лекарства пожалуйста, берите с собой. Что наверняка может случиться в походе, это небольшие порезы, для этого подойдут пластыри, классно, если у вас будут с собой. Бывают легкие ожоги, средства от ожогов, Аполло, есть, кстати, в магазине сплав, увидел это на витрине и очень порадовался, очень классное средство. Лекопластырь в рулонах таких нужно для того, чтобы защитить свои ноги от мозолей. Вода очень хорошо, когда на маршруте есть фляжка для воды. Часто литра воды на маршрут на человека на переход хватает, потому что на маршруте часто много источников, чтобы пополнять. Вот фляжка, фляжка подходит. Если не успели запастись вовремя фляжкой, можно взять обычные пластиковые бутылки с водой. Они когда заканчиваются, они сделаны с удобными пробками. Их, если что, когда они закончились, нужно сделать переход, они легко сминаются, убираются куда-то. И обычные пластиковые бутылки тоже можно брать, использовать. Это тоже удобно. Классный вопрос. Сколько детям давать денег с собой в поход? Бывает такое, что в походе часто деньги потратить некуда. Так вот, что касается моих наблюдений, сколько детям в поход денег не дай, все потратят. Именно поэтому тут, конечно же, ориентируйтесь на свой собственный бюджет. И когда ребята все-таки доходят до магазина, это начинается такое, хочу газировку, хочу чипсы, хочу все, хочу, 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 и так далее. Именно поэтому точно рассчитывайте, сколько бы вы хотели дать, а уж дети точно разберутся, сколько потратить. Ой, сейчас историю расскажу, интересно. Как-то раз с нами поехал парень в Астраханскую область, мы поехали на острове жить. и детям денег мама дала, ну, каждая мама своими дала сколько денег. И одного прям деньги карман жгли не мог, вот он надо сразу потратить. И вот он, значит, пока мы ехали в поезде сутки, он успел съесть, по-моему, у нас рекорд по проекту, он успел съесть 14 дошараков. Дошараки, Роллтон, что-то такое. Очень рада была проводница, конечно же, но ему прям очень хотелось побольше, побольше, побольше покупать, покупать. Так интересно, мы как только приехали в Астрахань, нам еще там 9 дней жить, а у него уже деньги кончились. Когда он ехал уже в следующий наш поход с нами, он уже более внимательно относился к своим деньгам и свой рекорд уже не бил в 14 дошараков. Еще важный момент, какие документы брать. собираемся отправить ребенка, то что точно пригодится? Документ доверяющей личности, если уже есть паспорт, значит паспорт, если нет, то свидетельство о рождении, доверенность, на каком основании этот ребенок находится с другим взрослым, точно страховой полис на случай внештатной ситуации для предъявления в каком-то лечебном учреждении, если есть страховка дополнительная где-то сделалась по работе ее тоже. И хорошо еще заявление от родителей, что ребенок знает правила передвижения в общественном транспорте или еще что-то. Чтобы эти документы сохранить в целостности, хорошо убрать вот в такие гермо-чехлы, гермомешки. Как правило, такого размера под перечень документов, про которые я сказал, достаточно. Как это работает? Вовнутрь убирается какой-то документ. Я сейчас как будто спички этот документ представлю. Сверху немножко закручивается и сверху и фиксируется на собачку. Таким образом у нас получается гермо-чехол, который защищает документы и деньги от попадания в лагерь. Еще о чем хочется сказать на длительные маршруты. Очень классно давать с собой, чтобы у каждого ребенка был с собой маленький компас, это во-первых. Даже если ребенок не умеет им пользоваться в экстренных ситуациях, практика показывает, что человек научается этим пользоваться. Классно, когда есть резервные спички или зажигалка в гермоупаковке, вот как я, например, сейчас сделал на случай ЧПН. Еще очень важно с собой давать свисток. Почему важен свисток? Дело в том, что когда человек потерялся, он свистеть может и дольше, и громче, чем кричать. Производители рюкзаков сейчас часто делают свистки на грудной подвесной системе, потому что тогда свисток всегда, что называется, под рукой. И есть нюанс, тоже этому классно обучить, что когда человек свистит, ему нужно обязательно затыкать уши, только потом свистеть. Если человек будет свистеть с незаткнутыми ушами, он может перебивать свист обратной связи, точнее, свист обратной связи, можно не услышать, или там крики. Именно поэтому свисток классная вещь на маршруте в НЗ каждого человека, каждого участника похода. Итак, друзья мои, я благодарен вам за то, что мы это время провели вместе. Ходите в походы, будьте счастливы. Я желаю вам, чтобы приключений в вашей жизни было достаточно. До скорой встречи! Продолжение следует...